Добрый день, дорогие зрители! Начинаем новый цикл программ, посвященный событиям культурной жизни Америки и Европы. Ну и Россию захватим, если там будет что-нибудь такое очень интересное. Кстати, не откажемся от последних сплетен. Я думаю, что это всегда интересно. Итак, начнем. Бейонсе изумила до глубины души своего стилиста, выставив фото с короткими волосами. И стилистка сказала, что она чуть не заплакала, увидев этот ужас. Ведь столько сил было потрачено на роскошные кудри певицы, и вот теперь вот это. И хотя Бейонса могла пойти на этот шаг после того, как ее длинные волосы чуть не попали в вентилятор прямо во время концерта. Вот, наверное, и решила состричь их от греха подальше. Но стилиста не предупредила. Ну, вывод какой? Заглядывайте иногда в Твиттер и Инстаграм, и будет вам масса счастья. Вторая новость. Поговаривают о разводе Майкла Дуглеса и Кэтрин Дзета Джонс. Ну, что мы можем сказать по этому поводу? В последнее время Кэтрин переживала многочисленные стрессы. Сначала был болен раком горла Майкл, и она боролась за его выздоровление. И потратила на это, конечно, очень много душевных и всяческих других сил. Затем сел в тюрьму за торговлю наркотиками сын Майкла от первого брака. И опять все это прошлось по ее психическому здоровью. Ну, и неудивительно, что она не выдержала напряжения и даже попала в специальную клинику с биполярным расстройством. Ну вот, она пролежала там несколько месяцев, потом вышла оттуда. И, в общем, хорошего мы можем сказать мало, поскольку в кино она пока отказывается сниматься. Ну, вероятно, проблемы гораздо глубже. Ну, вот сейчас пошли слухи, что она хочет развода. В сущности, опять-таки, неудивительно, потому что разница в возрасте между Кэтриной и Майклом 25 лет. Ну, и будем ждать, чем все это кончится. Очень жаль, конечно, пора не хорошая. Хотя, в общем, в последнее время опять начинают писать о том, что Майкл, несмотря на свои проблемы со здоровьем, продолжает свою старую практику. Он у нас довольно товарищ ветреный, у него многочисленные романы. Первый брак его распался именно по этой причине. Джонни Депп страшно недоволен критикой своего нового фильма «Одинокий рейнджер», где он сыграл таинственного индейца, верного друга главного героя. Депп уверен, что критики написали свои рецензии за 7-8 месяцев до премьеры, и это очень сильно сказалось на сборах фильма. Ну, сами посудите. При бюджете в 250 миллионов долларов фильм собрал в прокате в США только 86 миллионов. Ну, трудно сказать. Может быть, прав Джонни, а может быть, правы критики. Ведь зритель, как правило, рецензии не читает. Но если бы почитал, то увидел бы, что у фильма сюжет невыразительный, что герои играют не совсем убедительно и тому подобное. Ну, единственный способ проверить, кто тут прав, это просто сходить и посмотреть. И еще одно интересное заявление сделал знаменитый голливудский актер. Он сказал, что намерен отдохнуть от съемок, а может быть и вообще покинуть Голливуд. Почему? Потому что за последний год он произнес больше чужих слов, чем смог высказать своих собственных. И это ненормально. Ни один, так сказать, здравомыслящий человек не может постоянно носить на себе личину и разговаривать чужими словами и думать, так сказать, чужими мыслами. Ну, вот Джонни устал. Жаль, конечно, потому что Депп один из немногих актеров, на которых действительно интересно смотреть, кого бы они ни играли. Но что он все время разный. Ну, опять-таки, будем ждать, исполнит ли он свою грузу. Опра Уинфри стала жертвой расизма в Швейцарии. Она пыталась купить дорогую сумку в очень дорогом магазине. И продавец заявил, что это будет ей не по карману. Ну, не узнал бедолага, одной из самых богатых женщин мира. А может быть, у него был печальный опыт. Не будем, так сказать, подаваться в подробности, чтобы нас не обвинили в политической некорректности. Ну, извинить его может только то, что шоу Опра Уинфри в Швейцарии не трансфирует. Вот и не опознал. Леди Гага снялась полностью обнаженной для промо-ролика, который должен помочь собрать средства для строительства института Марины Абрамович. Ничего общего с российским олигархом, знаменитая художница, которую называют бабушкой перфоманса, не имеет. Иначе не стала бы собирать средства таким образом. Богатый родственничек отвалил бы ей 1300-1400 долларов совершенно спокойно, даже не заметив. Он столько, извините, за завтраком тратит. И напоследок интересный кадр с Леонардо Ди Каприо. Вот так он развлекался на Ибице. Ну, что можно сказать? Супермен. Как есть супермен. Все на сегодня. Ждем вас в наших следующих программах. И подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok